История жизни Михаила Ивановича Меркулова неразрывно связана с посёлком Володарского. Во многом, именно благодаря ему посёлок, наравне с градообразующим предприятием, текстильной фабрикой, получил своё развитие и существует до сих пор. В 1934-м назначен был на нашу фабрику. И это была вторая пятилетка. Это для фабрики была реконструкция года, когда он вводил новое производство кардное, потому что не хватало сырья, не было мощности, фабрика старая. В течение почти 20 лет Михаил Меркулов трудился на благо посёлка Володарского. Во время его руководства фабрикой были построены жилые дома, школа и детский сад. В период Великой Отечественной войны руководил отрядами обороны. 16 октября фабрика 1941 года остановилась. И он руководил три батальона были, все мобилизованные, оставшиеся, кто не на фронте. Рыли окопы. Защищать Машского надо было. Ушли рабочие в народное ополчение, на других фронтах были. За свою деятельность Михаил Иванович был удостоен правительственных наград. Став председателем Володарского совета, продолжал развивать посёлок, но, к сожалению, прожил он недолго. Его жизнь оборвалась в 1953 году в возрасте 58 лет. Сегодня при поддержке администрации округа жители посёлка провели благоустройство на могиле своего земляка на местном кладбище и отдают ему дань памяти и уважения. Официальное открытие данного восстановленной могилы – это такой момент подведения итогов работы, которая началась более двух лет назад и в сегодняшний момент должным образом доведена до конца. С момента смерти Михаила Меркулова прошло 70 лет. Живых родственников не осталось и могила находилась в заброшенном состоянии. Теперь жители посёлка Володарского по мере своих сил смогут поддерживать место захоронения в должном виде. Дмитрий Книг, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.